МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Оцепление и подогрев воды за кошты электроэнергии в Гомельской области начинаются взведения жилья у энергоэффективным выполнением. Земельный податок различиться по этим артикуле треба до 16-го листопада. Видовищно и доступно всему Гомеле пройдет кубок в области по воркауте, а зараз об этом и иншим больше подробязным. Надзвичайный и полномочный посол Израиля в Беларуси Алон Шагам отправил звороту адрес Гомельского облаканкама. Он выказал подяку коллективу комитета и приватности губернатору в области Геннадию Соловью за допомогу израильским паломникам Хасидам на беларуско-украинской границе. Посольство Израиля оценило гуманное ставление и гостиность беларусов, а так само просит пробачение за незручности подчас вымушенного находжения паломников в нейтральной полосе. Алон Шагам подкресливает, допомога улада региона была жизненно важной подчас гуманитарного кризиса. И он пожадал супрацовникам выканавчего комитета поспехов и здоровья. В этом году в Беларуси плануется увести 4 миллионы квадратных метров жилья. План по Гомельской области 485 тысяч. При этом банковские кредитные ресурсы, которые накировываются на жильевое строительство, должны скласти больше 980 миллионов рублей. С реальностью о житовлении этих планов наши корреспонденты ознайомились на прикладе Мазера. Вся родного увядения, уякие продугледжены адповедным рашэнням Совета Министров, будавництва шмат паттерных домов выключна у энергоэффективным выкананне. А прошатаго, у некоторых домах электроэнергия павинна выкарыстовываться для отяплення и водозабеспершэння. Пакуль гэта у пэлны ступені эксперимент. Але пасля увядзення у эксплуатацию беларускай атомной станцэй, такое жильё стане массовой зьявы. А прошатаго, а был выканкамам дарушэна оказывать садзеньшэння грамадзянам у будавництві индэвидуальнага жэлля. Непасрыдна у Мазеры, даволі значныя популярнасцю, карыстаюцца таунхаусы. Першэння калькі такіх дамоў паудавалі лэтаць, і ўсэ яны былі прадэдзяны жэхарам горада. Сёньо, стады будавництва яшэ 5 квадэр. І пуставаць яны явно не будуть. Навад не глядзэчэ на той, што кошт квадратнага метра тут недзе на 200 рублів більш, чим у панельной шматповерхоццы. На сьогоднішній день наша строительна отрасль в Мазере тока второй год строит таунхаусы, но пака што все, што строится, все населением востребовано і раскупаваць. Где-то многодетные, які состоят на очереди с господдержкой, а где-то люди за счет собственных средств и кредитов банков на общих основаниях. Условия и качество жилья лучше, і небольшая делянка, де че-то може машину припарковать, какую-то зону барбекю сделать і деткам поставить маленькую игровую площадку. План по будовністві жилья у Мазеры выконуть обовязково. Варіанты у райвыканками навыць не разглядаюцца. Інша справа, што з'явлення новых мікрорайону стваряє проблему недахопу цій у воголі отсудності у їх школьных і дошкольных установ. У Мазеры яна оказалася настолькі вострый, што у гэтым месяцей у адным з районів, дзе проживає шмат молодых сем'яў, почали будовніства дзятячого сада. Об'єкт, який знаходзіцца на особистым контролі, старшыній Абалвыканкама, плануюцца здаць в експлуатацию ўжо на праконцы гэтага года. По словах містовых жахару, працуюць будовнікі вельмі актывна. І на протягу практична ўсяго светлового дня. А таму можна сподзявацца, што со сваёй задачей яны справецца. Мы собирались летом буквально в следующем отдавати ребёнка. Нам бы пришлось его возить на установки четыре буквально, щоб ясля дать. Понимаете? А в связи с этой постройкой, ну я надеюсь, ситуация улучшится. Не только для нас, но и для всех. Абсолютно молодой район. И то, что решили построить детский сад, это необходимость, потому что родители вынуждены детей своих водить в другие районы. Вы понимаете, всё-таки хочется поближе завести ребёнка, чтобы быть более свободным. Раньше заехать на работу и приехать поздно с работы. Ездить по району собирать по всему городу детей – это нецелесообразно. Поэтому, мне кажется, когда микрорайоны целые застраивают, необходимо и предусматривать инфраструктуру в частные сады. Александр Серов, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель» с Мазара. Надоходит час платить земельный податок на нерухомості арендную плату за землю. Гэта необходно зарабить до 16-го листопада. Третья частка усіх плательщиков з державою уже различилася. Коли не оплатить податки аренду своечасова, буде наличаться пеня. Так само продуглежена администраційная отказнасть. Спеціалисты просять не откладывать оплату на опошний день, а так само оформить особистый кабинет. Туди будуть приходить усе напоміны, оповершення і квітанція. І громадяни, які экономять свой час, активно користаються такой махчимостю. Проживаю в Новобелецьком районі, в частному секторі. Естественно, я являюсь плательщиком налога на недвижимость і земельного налога. Ізвіщення за уплату нам присылає на налоговая інспекція ежегодно, в личний кабінет плательщика. Це дуже удобно, я считаю. Тому через ЕРИП я можу оплатити сразу все налоги. Приходите зарані. Ізвіщення ми всім направили. Як, конечно, удобний на сьогоднішній день для нас і для фізичних ліц, це получення ізвіщення в електронному віде. Тобто у нас на сьогоднішній день 128 тисяч фізичних ліц імеють личні кабінети, куди приходять, ну, це правда, не тільки плательщики імущественних налогів, це і те, хто здаєт квартири, квартироздачіки, це і плательщики других налогів по заявітельному принципу. Але удобно, що ми можемо в електронному віде напомніть, направити їм ізвіщення, і чоловік знає, що йому, когда треба оплатити і какую суму. Візваляються від податку на нерухомості земельного пенсіонери по узрості, інваліди першої і другої груп, інші непрацездольні люди, калі у будинку незареєстровані працездольні. У гетій же категориї і члены шмадзетних сім'яв. У Могилєві далі старт Республіканському молодежному форуму «Беларусь – гетамы». У яго рамках працавалі молодежні платформы, на яких були працтавлені основные накерунки дійності у роботі з молодыми людьми. Студат Радовський, волонтерський рух, інноваційные проєкты. Пад час адкрытого діалогу «Беларусь – гетамы» уліку іншого унеслі ініціативи про удосконалення державних молодежній палітики. Падравязності у сюжеті корреспондентів телеканала «Беларусь – 4 Могилєв». На молодежних платформах інноваційные проєкты «Стой ідей для Беларусі». Студат Рады розгорнули свою виставу до прикладу. Могилєвський университет харчування представляє два накерунки – вытворчі отрады і сервісні. Одно із них – це кулинарний тренд, в якому ми проводимо мастер-класи для дітей і взрослых, в якому ми займаємося обслуживанням і приготавленням їды. А производственні отряди, у нас, ріпяті, що тут знаходяться на площадці, вони в цьому гаду роботали на міжнародному проєкці «Атлант», в якому займали перше місце. Тут отряди в цьому гаду дуже добре сработали. У нас нескільки республіканських трудових проєктов. Ми трудоустроили уже з 1 января по 1 сентября більше 18 тисяч чоловік. І у нас отряди продовжують роботи, тому що ще сільхоз роботи. Напереді ще усе беларусський зліт студентських отрадів з підведенням выніків. На открытым діалогу гутерили про розвиття студентського руху і у вогулі ад молоді чекають про панову, якої жадають бачить Біларусь будучага. Ми стоїм на порогі важного сабытия в політичній житті, кон'юнціонній реформі. І, безусловно, голос молодежи должен бути услышан і на цих площадках, і при прийняті зміненій нашого ключового закона. Поэтому молодежні форуми, які пройдуть во всіх областях і в місті, якраз таки призваны стати той площадкой, площадкой для дискуссій, площадкой, которая сможет сформировать повестку Біларуси будущего. Ми в творчевском формате пообщаемся с молодежью, выслушуємо їх іниціативи і мнення посредством електронно-специальной платформы, де кожен жалаючий сможет оставити своє видення і свої кіки-то предложення. Сможем пообщаться с ними в панельной дискуссії с самыми яркими представителями, щоб тож определити, що сьогодні необхідно зробити в реалізації господарственній молодежній політики, що може бути необхідно безусловно, вони потрібні, але перемені должны йти через діалог. У льодовому палаці Могилєва на молодежний форум «Беларусь – це ми» собралися коля 4 тисяч талиновитих і амбициозних людей. Про витальний адрес яким накерував керівник державы Александр Лукашенко. Особенно приятно, що именно молодежь моей родной Могилєвщини дає старт серії молодежних форумів «Беларусь – це ми». Я уверен, що сьогодні все знають, «Беларусь – це ви!» Молоді, умні, светлі, амбициозні, устремленні вперед! Але при цьому мені хотілося б, щоб кожен із вас помніл, що «Беларусь» будущого нільзя пастроїць, якщо відказатися від прошлого і разрушити настояще. Нас багато, да, ми разні, але «Беларусь» у нас одна. Подарюнкам для гостей мероприємства агета навчанці, студенти, представніки предприємства і організацій стаў великий концерт. «Здесь ми живем, може жити, наші діти, в мире любви!» Допомагаць подлеткам, які оказаліся узкладанай ситуаціє. До такого рашэня пришлі удзельнікі майстер-класу «Профілактика негативних з'яв у молодежному сяродзі». Яго провели работнікі прокуратуры і городській комісії по справах непалнолетніх для актівістів дітячого парламенту. Дітячий парламент був заснован п'ять годів тому. У сьолітнім скликанні 15 юнаков і дівчат з розных гомельськіх школ. Худка да іх далучыця яшчэ 12 вучніў. Основная задача форміравання працтавліні інтарэсав дітей на высокім узроўні, каб патрэбнасті і праблэмы маладога пакалэня не толькі агучваліся, але і варашаліся. Пачас сустрэча ў гомельським гарваканкамі актівісты парламента прапанавалі допомагаць сваім равеснікам, які сутыкнулися со складанностями ў сваім житті. Детям, які оказались в сложной ситуации, так как наш парламент занимається мониторингом детских проблем города Гомеля, і очень важна помогати нашим детям, узнавати їх права і також помогати в сложных ситуациях. Суб'ектами профилактики как города, так і области проводиться значительна работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Но ми видим резерв в этой работе, а именно более активне вовлечение в эту работу самих несовершеннолетних. Одно дело, когда о проблемах рассказывають взрослые, і совсем другое, когда сами сверстники на понятном языке в інтересной формі по принципу равный обучаєт равного, говорят со своими сверстниками. Ми считаємо, що це дуже важливо, тем більше, що целями і задачами детського парламента якраз і є формування правовой культури, активизація детської і подросткової іниціативи, а також позитивної гражданської позиції. У Гомелі на выходних пройдет кубок в області по стритворкауті. З поборніства лазить совет батькоу Гомеля у рамках проєкта «Рух дворових гульняв». У програмі турніру три дисципліни. Подтягування на турніку з вагой, отискання і фристайл. Судзі будуть оценивати спортсменів по четырех критеріях. Артистизм, сполученість елементів, техніка виконання і соотносині силових і динамічних практикованнях. Для уделу у споборніствах треба зарегістраваць. Приєм заявок завершиться другого кастрічніка. Турнір пройдет третього кастрічніка на воркаут пляцовці середньої школи номер 45. Початок у 11 годин. Подробязність проведення споборніства на офіційних сторонках проекта рухдворових гульняв. В цьому году на Кубки Гомельської області по стритворкауту у нас, как і раніше, будуть підтягивання с весом 24 кг, отжимання на брусьях с весом 32 кг, і буде фристайл. Уже зарегістрировано дуже багато участників. І в чому особість? Будуть у нас не просто фристайл, а фристайл-баттли. Тобто буде по два участника соревноваться между собою. Лучше буде проходить дальше по олимпийській системе. Ну, а тот, дух буде дуже інтересно і достатньо азартно в цьому сезоні. Надиходить кастрічник. Теплі і ясні надворі поступово зміняється на воблачні і дожліві. На цьому тижні на Гомельщину прийде саправдна восінь. Температура поветра у Алторок – плюс 20 градусів. Буде воблачна, опадки не прогнозуються. Середы до пятницы у регіоні буде дожліва. Слупок термометра не уздымиться в іше за 18 градусів. Худкость ветру – до 16 метров за секунду. У ночі – каля плюс 12. У выходные стане крыху теплей до 19 градусів, але не обидеться без опадков. Гэты і інші новини, інформацію о проєктах телерадою кампанії Гомель ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершений. Усяго вам доброго і до зустрічі у ефірі. Ефір телеканала Белару Четырі прадалжає де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. Очередное несанкционированное массовое мероприятие прошло накануне в Гомеле. Есть задержанные. Правоохранители впервые применили в отношении участников слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы. По сведениям УВД Гомельского облсполкома в мероприятии участвовало 220 человек. С целью предотвращения попытки прорыва цепи, состоящей из сотрудников милиции, правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, были использованы специальные светошумовые спецсредства для предупредительных выстрелов вверх. Оружие в отношении протестующих не применялось, задержано 45 человек. Возбуждено одно уголовное дело по факту сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, сопряженного с применением насилия, сообщил представитель пресс-службы. В Добрыжском районе легковушка угодила под тепловоз на железнодорожном переезде. По счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. ДТП произошло в субботу около двух часов ночи на железнодорожном переезде недалеко от Добруша. По предварительной информации водитель автомобиля Пежо решил проскочить, но не успел. Несмотря на запрещающие сигналы светофоров и звуковую сигнализацию работающую, выскочил на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом и был сбит данным локомотивом. Пострадавших в результате происшедшего нет. Локомотиву и автомобилю причинены механические повреждения. По предварительной информации водитель, житель Добруша и два его пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия уточняются. В транспортной прокуратуре отметили, что с начала сентября в области это второе подобного рода происшествие на железнодорожном переезде. В Реческом районе, где легковушка попала под грузовой состав, также обошлось без жертв. Предвыходные и выходные дни сотрудниками госавтоинспекции на дорогах Гомельской области был выявлен 51 водитель, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и 130 водителей, которые сели за руль транспортного средства, не имея на то права. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 5 получили травмы. Одно из ДТП с нетрезвым водителем произошло накануне в 4-х километрах от агрогородка Урицкая Гомельского района. Около часу ночи 29-летний водитель, предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Рено Логан и двигался по автодороге М8 границы Российской Федерации в Витебсе-Гомель граница Украины со стороны Будо-Кошелева. В пути следования водитель не справился с управлением транспортного средства из-за неправильно выбранной скорости, выехал за пределы проезжей части, где опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в реанимационное отделение Гомельской областной над ремнем безопасности, у него взяты биологические образцы для установления его физического состояния. А вечером в пятницу все в том же Гомельском районе под колесами авто оказался велосипедист. Мужчина на велосипеде всего с одним световозвращающим элементом и несколькими мешками репчатого лука в нескольких километрах от агрогородка Красное пересекал автодорогу северо-западный обход города Гомеля. В темноте его не заметил 25-летний житель деревни Великий Бор Хуйницкого района и на автомобиле «Фиат Мария» совершил на него наезд. В результате ДТП велосипедист с множественными переломами рёбер и ушибами госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу. В Речице 9-летний мальчик застрял между прутьями решётки окна цокольного этажа. На помощь поспешили спасатели. В субботу вечером спасателям Реческого района поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребёнку по улице Ивановская. Прибыв на место спасатели при помощи ручного гидравлического инструмента разжали прутья и высвободили застрявшую ногу ребёнка. Мальчика осмотрела бригада скорой медицинской помощи. Состояние удовлетворительное. В госпитализации он не нуждался. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4. Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Кошмаром обернулся вояж гомельской БЧ в Воршу в четвёртом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу. Местный Витен учинил разгром гостям 13-1. Железнодорожники на четвёртой строке в турнирной таблице. ЦКК на шестом. Светлогорская команда разошлась с миром с Борисовым 900-2-2. В РЗ в четвёртом туре в Гомель играл с охраной «Динамо». С пятой по седьмую минуты первого тайма команда оформили четыре взятия ворот на двоих. Причём хозяевам пришлось отыгрываться со счёта 0-2. Тиунов и Соболь вывели столичную дружину вперёд. Рябцев и Заяц Матиевский быстро сравняли цифры на табло. До конца тайма болельщики увидели ещё один забитый мяч. Благодаря голевому удару Осиновского хозяева отправились на перерыв, ведя в счёте. Второй тайм-вагона строители провели образцовано. В 28-й минуте Заяц Матиевский мог оформить дубль, однако гол записали на игрока охраны Соболя, который пытался выбить летевшие ворота мяч. На 35-й минуте за вторую жёлтую карточку судьи отправили в раздевалку Маградзе. Игроки ВРЗ двухминутное большинство использовали эффективно. Чернейко записал свой актив в гол. Точку в матче поставил Лось, мощно пробивший после розыгрыша углового 6-2 победа ВРЗ. Простой пас через всё поле. А в тайм-ауте то есть концентрировались чуть-чуть, реабилитировались, быстро отыгрались, а потом пошло уже. Уверенность пришла и сравняли и вышли вперёд. Вагоностроители имеют стопроцентный результат. Четыре победы в четырёх поединках. Также не теряли очков пока столица и Витем. Эти команды и составляют тройку лидеров. Мозырская славя в 25-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги на выезде разошлась миром с Городией. На 62-й минуте Александр Позняк после розыгрыша уголового счёт открыл. Отыгрались гости на 77-й минуте и Владислав Жук переправил ворота пас Ислама Тлупова. 1-1. Славия в турнирной таблице на 12-м месте лидирует Батэ. Спутник громит локомотив, а Химик добывает первую победу. В первой лиге футбольного чемпионата состоялись матчи 19-го тура. Речицкий спутник со счётом 5-1 дома обыграл гомельский локомотив хет-триком. В составе хозяев отметился Валерий Потороча. Речицкая команда продолжает возглавлять таблицу чемпионата. Железнодорожники на 5-м месте. Гомель по-прежнему четвёртый. В 19-м туре зелёно-белые взяли верх над Пинской волной 3-0. Химик одержал первую победу 2-1. Обыграна Орша, а Светлогорская команда по-прежнему на последнем месте. Новичок первой лиги волейбольного чемпионата Беларуси среди мужских команд «Газовик» стартовал с победы в гомельском дерби, а выиграна с «Дюшор Энергия» 3-1. Полпред нашего областного центра в элите национального чемпионата «Энергия» одержала вторую победу к ряду. Гомельчане гостили у Бориса в БГУ ФК. Подопечные Романа Оплевича отдали хозяевам только один сет в 3-1 победа «Энергии». В Сербии состоялся юниорский чемпионат Европы по академической гребле. Белорусская сборная завоевала 4 награды 2 золота, серебро и бронзу. В составе экипажа «Восьмерки» на вторую ступень пьедестала почета поднимались спортсмены из Гомельской области Карина Минкова, Вероника Гулевич, Алина Савицкая и Данила Гайцюкевич. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.